380 жителей республики с диагнозом инфаркт миокарда поступили в прошлом году в отделение неотложной кардиологии. Еще порядка 600 с другими заболеваниями сердца, продолжит наш корреспондент. Давящие жгучие боли в грудной клетке при физической нагрузке, часто отдающие в шею и левую руку, первые симптомы нестабильной стенокардии. Своевременное обращение к врачу поможет снизить вероятность возникновения инфаркта. Но если инфаркт уже наступил, важно успеть получить специализированное лечение в течение часа. Необходимо, можно подождать 5 минут. Если симптоматика не уходит, болевой синдром продолжается, то необходимо снова дать вторую дозу нитроглицерина и уже можно начинать вызывать скорую помощь. В республиканской больнице номер 2 используют высокотехнологичный новый метод лечения инфаркта миокарда. Экстренное черезкожно-коронарное вмешательство. Это малая операция на сосудах сердца, которая восстанавливает кровоток и улучшает кислородное питание. Мне сделали операцию, коронацию. После операции чувствую хорошо. В городах Нерюн, Гремирны, Нюрба и в селе Майя у местных жителей есть возможность получить специализированное лечение в филиалах сосудистого центра. Всем остальным жителям республики оказывают помощь в отделении неотложной кардиологии республиканской больницы номер 2. Особая диета, особый режим, делать гимнастику, в основном дыхательную, много не напрягать себя. Мужчинам за 40 и женщинам старше 50 стоит внимательнее относиться к своему здоровью. Существуют факторы риска, на которые невозможно повлиять. Это пол, возраст и наследственность. Но повышенный сахар в крови, высокий уровень холестерина, лишний вес, стрессы и вредные привычки – это то, что человеку изменить под силу самостоятельно. Хотелось бы посоветовать нашим пациентам, чтобы они прислушивались к рекомендациям врачей, которые дают им в поликлиниках, обязательно проводили соответствующие измерения артериального давления, контролировали свой сахар, уровень липидов крови, обязательно имели определенную аэробную нагрузку, ежедневную, регулярную. И если пациентам были назначены какие-либо лекарственные препараты, принимали их строго в тех дозах, которые им назначены, и строго тот период, на который эти препараты были назначены. Снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний можно, отказавшись от вредных привычек и придерживаясь рекомендаций врача. Юлия Великодная, Евгений Лугинов, НВК Саха, Якутск.